Волейбольный локомотив накануне нового сезона представил сегодня пять новичков. Впрочем, все они харьковчанам знакомы. Либера Денис Фомин и доигровщик Евгений Капаев вернулись в команду. Блокирующий Александр Грюк и доигровщик Олег Шевченко много лет выступали в Юрокадемии. А еще один воспитанник харьковского волейбола, связующий Юрий Синица, пришел из российского чемпионата. Новобранцы призваны помочь железнодорожникам в выступлениях на трех фронтах. В чемпионате и Кубке Украины – континентальном Кубке Вызова. Задачи, как обычно, перед нашим клубом стоят самые большие, самые серьезные. В общем-то, добиваться того, чего мы не смогли сделать в силу объективных причин в простом сезоне. Поэтому я надеюсь, что вот тот состав наших ребят, та обстановка, которая в команде на сегодняшний день, она позволит нам сегодня добиваться хороших результатов. Нехватку международного опыта подопечные Игоря Зяблицева и Николая Посажина компенсировали насыщенным учебно-тренировочным сбором в Польше, в ходе которого они выиграли международный турнир Кубок Мэра Кроссна. Меня порадовало две игры – это против Аргентины и против итальянской команды. Особенно против итальянской команды, против Монца, где каждая партия закончилась на больше-меньше. И там в некоторых партиях мы и проигрывали по 4-5 очков, и доставали, и в концовках воровали. Тут уже, конечно, характер воспитывается в таких играх. Новый сезон 17-кратный чемпион страны проведет без своего многолетнего лидера и капитана Владимира Татаринцева, который завершил карьеру. Также команду по разным причинам покинули Виталий Асадса, Филипп Гармаш, Иван Слинчук и Дмитрий Богдан. Новым капитаном «Локомотива» на общем собрании игроков был выбран диагональный Юрий Томин. Я думаю, мы оправдаем доверие, порадуем болельщиков хорошей игрой. Главное – сезон, чтобы был без травм, и все будет хорошо. В первом туре Суперлиги «Локомотив» сыграет с дебютантом чемпионата клубом «Сердце Подолья» из Винницы. Это будет в Харькове 5 и 6 октября. Спустя 9 дней харьковчане поспорят с Баркомом в Черкассах за Суперкубок Украины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!